Мощный удар пришелся в водительскую сторону, поэтому у 45-летней женщины за рулем кроссовера не было шансов выжить. Тяжелые травмы получила и 19-летняя дочь погибшей. Менее серьезные травмы зафиксировали еще у двух пассажирок иномарки. Произошло столкновение двух автомобилей, МАЗ и Ниссан Жук. В результате происшествия женщина-водитель автомобиля Ниссан Жук погибла. Три ее женщины-пассажира получили травмы. По словам водителя фуры Федора Мельникова, на МАЗе с полуприцепом он загрузился и выехал в рейс. На дороге было скользко. По словам мужчины, он ехал со скоростью 40 км в час. Увидел знак «Уступи дорогу» и начал притормаживать. Но фура не останавливалась, а поехала накатом. В итоге многотонная машина выехала на федеральную трассу и снесла с дороги Ниссан. Позднее автотехническая экспертиза установила, что в момент ДТП грузовик был в исправном состоянии. Свою вину водитель фуры Мельников признал полностью. Примириться с родственниками погибшей ему не удалось. Они были против мягкого приговора. В итоге Юрианский районный суд приговорил Федора к наказанию в виде двух с половиной лет в колонии поселения и лишил его водительских прав на два года. Муж погибшей обжаловал решение суда и настаивал на максимальном наказании в виде пяти лет лишения свободы. Но областной суд оставил приговор без изменений. Сейчас водитель МАЗа отбывает наказание, а его работодателю, владельцу фуры, придется выплатить компенсацию дочери погибшей. Михаил Вагин. Место происшествия.